Здравствуйте, уважаемые друзья! В сегодняшнем фильме я хочу показать, что мирное свержение режима — это реально достижимая цель. При этом это можно сделать за один год. С 1900 по 2006 год ненасильственные компании были более чем вдвое эффективней вооруженных восстаний в достижении своих целей. Для начала давайте посмотрим, что из себя представляет этот режим. Это два шала, один из которых 30 лет грабил нашу страну, своровал более 200 миллиардов долларов и сейчас спокойно живет в Казахстане, посещая различные мероприятия. Открывает мечеть в Астане, выступает на различных форумах. Такого нигде в мире нету, то что мы делаем. Второй шал, Жанаш Шал. Это его ставник из той же партии Нураманат. Мебель Токаев, который борется с насваем, меняет герб, название столицы туда-сюда, переводит стрелки часов на один час назад и больше ничего не может. Токаев уже более пяти лет как президент Казахстана. Не говоря уже о том, что он был вместе с Назарбаевым все 30 лет у власти, был членом его партии Нуратан, премьер-министром, министром иностранных дел, председателем Сената, вторым человеком в государстве. Немало из вас были в Америке, Южной Корее, Европе, Японии, Канаде, Великобритании и видели, как люди живут в тех странах. И все эти страны прошли через такой же путь, который сейчас проходим мы. Они победили диктатуру и построили крутые страны. Мы понимаем, что Токаев, его депутаты, министры, Акимы, это полнейшие патенты, которые не способны изменить нашу жизнь, поднять уровень экономики. Если говорить про экономику, то внутренний воловой продукт ВВП на душу населения в Казахстане, ключевой показатель экономики любой страны не растет в последние 10 лет. Если вы посмотрите на таблицу, то увидите, что даже Грузия и Армения в своем экономическом развитии опережают нас, в то время как Казахстан не просто стоит на месте, а за последние 10 лет показал отрицательный рост экономики. Рост экономики напрямую связан с политической системой страны. Именно благодаря политическим преобразованиям Грузии и Армении удалось добиться значительных успехов в экономике. Страны с авторитарной властью стоят на месте, не прогрессируют десятилетиями. Поэтому авторитарный режим Назарбаева-Токаева не в состоянии сделать Казахстан процветающим. Они могут говорить, только обещать воровать, покупать недвижимость за рубежом и обустраивать свою жизнь там. Поэтому очевидно, что с такой властью нужно прощаться, а точнее свергать. А Назарбаев и Такаев, их ближайшее окружение, которые участвовали в разграблении страны, становление и поддержки этого бандитского режима, должны быть арестованы и посажены в тюрьму. Режим Назарбаева-Токаева наш главный враг. Давайте рассмотрим подробно ресурсы врага и поймем, что мы можем противопоставить ему, чтобы победить режим мирным путем. Первый ресурс – военная поддержка со стороны Путина. Есть два варианта развития событий. Помощь в рамках так называемого ОДКБ и прямая военная интервенция России в Казахстан, как в случае с Украиной. В рамках так называемого ОДКБ Путин в состоянии отправить 5-10 тысяч военных Такаева, как это было в Хантар, путем транспортной авиации. Что мы должны сделать в этом случае? Наша задача – заблокировать и взять под контроль аэропорты во всех городах страны и КАЗ аэронавигацию в Астане, который отвечает за контроль над воздушным пространством страны и полеты по всей территории Казахстана. В этом случае ни один самолет с военным не сядет на территорию Казахстана. Подробно о взятии аэропортов я озвучу далее в плане действий. Второе. Сейчас Путин воюет в Украине. По разным данным на стороне России воюет около 700 тысяч российских военных. И совсем недавно министр обороны России заявил, что им нужно мобилизовать еще 300 тысяч человек для войны против Украины. Но у них это не получается. Путин фактически застрял и увяз в войне против Украины. При этом финансовая помощь со стороны США и Европы нарастает. И очевидно, что в ближайшие годы противостояние будет еще более интенсивным, с большей потребностью в человеческих ресурсах. Если для войны против Украины Путину нужно почти 1 миллион солдат, то в Казахстане ему понадобится не менее 300 тысяч бойцов. Для того, чтобы мобилизовать такое количество солдат, необходимо минимум 1-2 года. Не говоря уже о том, что их нужно будет подготовить, обучить, вооружить, снабдить и так далее. При том, что за эти 1-2 года мы успеем усилиться сами, вооружить и обучить собственную профессиональную контрактную армию. Ресурсов и финансов для этого стране достаточно. Поэтому я считаю, что эта угроза нереальная. Следующий ресурс, главный ресурс этого режима – это силовики с оружием. Давайте поймем, как обезоружить противника и перетянуть силовиков на сторону народа. Исторический опыт соседних стран Кыргызстана, Украины, Грузии, Армении, где диктаторские режимы были свергнуты народом, показывает, что для подавления сил полиции и армии, чтобы силовики перешли на сторону народа необходим численный перевес 1 к 20. То есть в Астане и Алматы нужно по 100 тысяч протестующих, при регионах по 10-15 тысяч человек, по всей стране 400-500 тысяч человек. В таком случае силовики начнут переходить на сторону народа. Но наша задача добиться, чтобы 30-50% силовиков, это около 10 тысяч силовиков, гарантированно перешли на сторону народа, исключая любые случайности. Население Казахстана составляет 20 миллионов человек. Из них около 6 миллионов – это несовершеннолетние дети, свыше 2 миллионов – это люди пенсионного возраста и еще около 2 миллионов человек, которые не способны или не выйдут на протесты по разным причинам. В итоге у нас остается 10 миллионов активных людей, способных выйти на протесты. При этом для свержения режима из этих 10 миллионов человек нам необходимо всего лишь 500 тысяч активных людей. Это 5% активного населения страны или 2,5% от общей численности населения. Соответственно, если мы добиваемся этой задачи, выведем на протесты около 500 тысяч человек, мы добиваемся гигантского численного перевеса на стороне народа. Мы знаем, что в странах с диктаторскими режимами публичная оппозиционная деятельность невозможна. Поэтому в целях сокращения рисков для граждан и эффективности сопротивления для свержения режима Назарбаева-Токаева необходимо действовать в подпольном, скрытном режиме. Для того, чтобы вывести по всей стране не менее 400 тысяч человек, которые будут действовать слаженно и организованно, нам необходима команда организаторов протеста. Это 3000 человек профессиональных революционеров или, как мы говорим, тысячи групп по 3 человека и 20 тысяч человек из числа 4000 ячеек. У вас может возникнуть вопрос, а в чем разница между группами и ячейками? По всей стране, а именно в Астане, Алматы, Шемкенте и 16 городах страны необходимо организовать всего 1000 групп профессиональных революционеров, где в каждой группе будет по 3 человека. Надежных и доверенных людей в сумме это 3000 лидеров. Лидеры профессиональных групп будут финансироваться в размере 500 тысяч тенге в месяц. Они будут обеспечены телефонами, рациями, ноутбуками и другими необходимыми ресурсами для ведения профессиональной революционной деятельности. Для организации деятельности профессиональных революционеров, которые должны будут заниматься исключительно только этой деятельностью, необходимо их финансирование. Об этом более подробно я рассказывал в фильме «Заработай большие деньги с Мухтаром Аблязовым». Что такое ячейки? Ячейки – это чат в Телеграм, состоящий от 1 до 10 доверенных и надежных людей, которые помимо деятельности по смене режима, могут параллельно работать на своей работе. По всему Казахстану необходимо не менее 4000 ячеек, в среднем по 5 человек каждый. Это 20 тысяч человек. На сегодняшний день создано более 500 ячеек. В них будут люди, имеющие разные профессиональные навыки и квалификации. В том числе будут ячейки, состоящие из сотрудников полиции и военнослужащих. Задача каждого члена ячейки – тренироваться и научиться выводить на митинге минимум по 4 человека. Профессиональные группы ячейки координируются исключительно с штабом из Европы. Между собой группы ячейки ни в коем случае не должны контактировать для исключения рисков вмешательства в их работу сотрудников Комитета национальной безопасности. 50 координаторов штаба, которые будут вывезены в Европу, обеспечат эффективную работу 1000 групп, 3000 лидеров и 4000 ячеек или 20 тысяч участников ячеек по всему Казахстану. Мы хотим быть уверены, что силами профессиональных групп ячеек мы перетянем на сторону народа минимум не менее 50% силовиков. Это около 10 тысяч силовиков с оружием, которые будут защищать протестующих при дальнейших действиях. Для этой цели нам необходимо 60 миллионов евро или 30 миллиардов тенге. Вы сможете инвестировать и заработать на свержение режима в 100, 50, 30, 20 раз больше вложенных средств. Подробно об этом проекте я рассказывал в фильме «Заработай большие деньги» с Мухтаром Аблязовым. Смотрите этот фильм, ссылка на который есть в описании к этому видео. Профессиональные группы ячейки должны не просто вывести людей на протесты, а организовать процесс, знать план действий, понимать цели и задачи, координировать свои действия с единым штабом из-за рубежа, знать как формируется временное правительство, куда направлять протестующих, как брать под контроль здание аэропортов и т.д. Обучать всему этому будет штаб в процессе подготовки участников групп и ячеек к протестам. Координаторы штаба в Европе в процессе работы будут выявлять наиболее профессиональных лидеров из числа профессиональных групп ячеек, способных возглавить массовые митинги в своих городах, а также возглавить местные органы власти последующие 6 месяцев после смены режима. Это аким областей, городов, поселков и руководители различные государственные кампании. Через 6 месяцев на эти должности придут уже люди, назначенные новым демократическим парламентом или избранные народом на свободных и открытых выборах. Теперь давайте рассмотрим алгоритм действий в Астане. Именно в Астане находится центральная власть, поэтому действия протестующих в Астане будут иметь ключевое значение и будут несколько отличаться от действий других городах. Действия протестующих в Астане. Первое. Протестующие собираются у Акимата города. Второе. При достижении численности людей от 10 до 50 тысяч человек протестующие заходят в Акимат и заполняют собою здание Акимата в Астане. После вхождения в Акимат число протестующих на площади увеличится вдвое и достигнет необходимой численности в 100 тысяч человек. Третье. В этом случае власть автоматически переходит в руки протестующих, которые там же формируют временное правительство из числа представителей Координационного совета оппозиции. Четвертое. Временное правительство назначает Акима города Астана. Пятое. После формирования временного правительства и назначение Акима города Астаны об этом сообщается в социальных сетях или перед протестующими. Шестое. Все заместители руководителей республиканских и местных силовых органов службы государственной охраны, МВД, КНБ, прокуратуры, Министерства обороны, Национальной гвардии, сил специальных операций и антикоррупционного агентства должны явиться в Акимат города Астаны и публично сообщить о своем немедленном подчинении Временному правительству. Седьмое. Временное правительство издает указы об аресте лиц, которые имеют властные полномочия в силовых структурах, а также лиц, которые могут организовать сопротивление для удержания этого режима. Поэтому следующие указы имеют особую значимость. Первое. Об аресте или объявлении в международный розыск у султана Назарбаева, Касмежомарта Тукаева, Тимура Кулебаева, Дарьги Назарбаевой, Самата Абиша, а также руководителя администрации президента, начальника службы государственной охраны, премьер-министра, секретаря совета безопасности, генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя комитета национальной безопасности, министра обороны, председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции. Второе. О прекращении должностных полномочий всех министров, акимов областей, городов, сел, поселков и районов, руководителей всех государственных органов национальной компании, о расформировании всех существующих партий, абсолютно все, которые на данный момент зарегистрированы, работают в парламенте, они все созданы режимом Назарбаева-Тукаева и подлежат немедленной ликвидации и распуску. Третье. О назначении исполняющих обязанности акимов всех уровней, руководителей государственных и национальных компаний. Четвертое. О формировании кабинета министров временного правительства. Пятое. О распуске действующего парламента и маслехатов всех уровней. Шестое. О ликвидации Совета Безопасности. Седьмое. О ликвидации должности президента. Восьмое. О ликвидации положения Конституции, гарантирующих Назарбаеву и членам его семьи полный иммунитет от преследования, конфискации имущества и т.д. Девятое. О немедленно освобождении из мест заключения лиц, преследуемых по политическим мотивам и прекращении уголовного производства в отношении них. Вписки будут согласованы с правозащитными организациями. Десятое. О срочных экономических решениях временного правительства. Далее. После этого будут опубликованы указы временного правительства. Все протестующие совместно с представителями временного правительства, силовиками и представителями силовых органов, перешедших на сторону народа, направляются к зданию Аккорды. Не отвлекаемся. Не дробимся на мелкие группы. Все в сторону здания Аккорды. По дороге на площади перед Аккордой на тот момент будут еще минимум 50 тысяч протестующих. И общая численность протестующих к моменту подхода к Аккорде должна составлять не менее 100 тысяч человек. После подхода к Аккорде протестующие вместе представителями временного правительства и силовиками входят в здание Аккорды. В случае нахождения лиц, перечисленных в указе об аресте, силовики производят их арест в Аккорде. Далее представители временного правительства направляют часть протестующих и достаточное количество силовиков. Аэропорт Астаны и берут его под контроль. По дороге заходят в здание КАЗ аэронавигации и берут его под контроль. Часть протестующих силовиками остается в здании КАЗ аэронавигации. Далее направляются силы к зданиям Комитет национальной безопасности и прокуратуры. Протестующие заходят в них и берут их под контроль. Далее протестующие идут к зданию КАЗ медиа-центр, телекоммуникационным компаниям Хабар, КТК, Казахстан, а также компаниям, обеспечивающим телефонную связь и интернет и берут их под контроль. После взятия КАЗ медиа-центра представители временного правительства должны выйти в эфир на центральной телевидении и на весь Казахстан заявить о свержении режима и перехода власти в руки временного правительства. От лица временного правительства необходимо зачитать указы временного правительства и огласить срочные экономические решения временного правительства. Действия в Астане и создание временного правительства приведут к тому, что будут подавлены все очаги сопротивления в крупных городах и населенных пунктах Казахстана. Действия в Астане будут иметь ключевую значимость в смене режима Назарбаева-Токаева. Теперь, друзья, рассмотрим алгоритм действий по мирному свержению режима в Алматы и других областных центрах и городах. Первое. Протестующие собираются у Акимата города. Второе. При достижении численности людей от 10 до 50 тысяч человек протестующие заходят в Акимат и заполняют собой здание Акимата в Алматы. После вхождения в Акимат число протестующих на площади увеличится вдвое и достигнет необходимой численности в 100 тысяч человек. Третье. Власть переходит в руки протестующих, которые формируют органы местного самоуправления из числа лидеров групп и ячеек, гражданских активистов и авторитетных деятелей, участвовавших в деятельности по свержению режима. Временное правительство, именно Временное правительство назначает Временного Акима города Алматы дальнейшим всех других городов и областей. Четвертое. После формирования органов местного самоуправления и назначения Временного Акима необходимо об этом сообщить протестующим и в социальных сетях. Пятое. Все заместители и руководители местных силовых органов, местные полицейские службы, КНБ, прокуратуры, антикоррупционного агентства должны ездить в Акимат города и публично сообщить о своем безусловном подчинении Временному правительству. Шестое. После формирования органов местного самоуправления и назначения Временного Акима, часть протестующих совместно с представителем силовых органов, перешедших на сторону народа, направляются в аэропорт города и берут его под контроль. Далее, зданием, департаментом полиции, комитет национальной безопасности и прокуратуры заходят в них и берут их под контроль. Затем телекоммуникационным компаниям Хабар, КТК, Казахстан, а также компаниям, обеспечивающим телефонную связь и интернет, и берут их под контроль. Седьмое. Временный Аким сообщает о переходе города, области под контроль Временного правительства. Действия в других городах Казахстана аналогичны действиям в Алмате, за исключением численности людей перед Акиматами. В областных центрах и городах при достижении численности по 10-20 тысяч человек протестующие заходят в здание Акимата. Теперь срочные экономические решения Временного правительства, которые будут объявлены, как только режим будет свергнут. Согласно срочным экономическим решениям Временного правительства, все участники этого всенародного победного сопротивления должны быть вознаграждены и возмущен ущерб, нанесенный гражданам, существующим преступным режимом. Вознаграждение предполагает. Первое. Списание всех потребительских кредитов граждан, которых на сегодня около 8 миллионов человек. Второе. Списание ипотечных займов на жилье стоимостью до 30 миллионов тенге. Третье. Выплату по 5 миллионов тенге или 10 тысяч долларов каждому участнику победного митинга. Если от вашей семьи участвует 4 человека, то суммарно вы получите 20 миллионов тенге или 40 тысяч долларов на семью. Выплата 5 миллионов тенге или 10 тысяч долларов будет происходить следующим образом. Вы подтверждаете свое участие в победном митинге, зафиксировав на фото или видео момент своего захода в Акимат вашего города и момент объявления органов местного самоуправления, предоставив этот материал комиссии, утвержденный местными органами самоуправления, который будет состоять из представителей гражданского общества. С момента подтверждения вашего участия в победном митинге эта выплата будет произведена в течение 30 дней. Ограничений по возрасту участников митинга нет. Указанная компенсация не будет облагаться никакими налогами. Четвертое. Выплату 25 миллионов тенге 50 тысяч долларов каждому сотруднику силовых органов. Полиция, военные, КНБ, прокуратура, включая курсантов, публично перешедших на сторону народа на победном митинге. Во избежание человеческих жертв все сотрудники силовых органов, перешедших на сторону народа на победном митинге, подлежат амнистии за совершенные ранее преступления. Друзья, мы хотим добиться мирного свержения режима. Избежать жертв, парализовать действия силовиков, ведь силовики ваши родные, близкие, друзья, ваши соседи, они часть народа. Перешедшие на сторону народа силовики с оружием не только обеспечат безопасных участников митинга, но и будут участвовать в аресте этой политической верхушки и парализации действий других силовиков. Именно поэтому мы должны мотивировать их перейти на сторону народа. Иначе они будут до последнего сопротивляться и защищать этот режим, понимая, что будут наказаны за все свои противозаконные действия. Мы хотим избежать жертв и добиться быстрой победы. Пятое. Будут выплачены 50 миллионов тенге или 100 тысяч долларов каждому лидеру группы, каждому участнику группы и каждому участнику ячейки победного митинга. Шестое. После создания независимой комиссии по расследованию январских событий 2022 года и жаназинских событий 2011 года с участием казахстанских и международных правозащитников получат компенсации пострадавших в этих событиях или их близкие родственники. Сумма компенсации пострадавшим, которые подверглись арестам и жестокому обращению, пыткам, а также родственникам погибших, будет определяться отдельным решением парламента после объективного и прозрачного расследования. Лица, которые были подвергнуты преследованием по политическим и религиозным убеждениям, узникам совести, также будут выплачены компенсации. Размер компенсации примет новый парламент, избранный народом на открытых выборах. Расходы на реализацию этих выплатов с учетом возможных неучтенных случаев составят около 20 миллиардов долларов. Друзья, у меня часто спрашивают, из каких средств будут произведены такие выплаты в размере 20 миллиардов долларов. Первое. Общие национальные резервы на данный момент составляют свыше 90 миллиардов долларов. Второе. Личные состояния Назарбаева и его доверенных лиц составляют более 200 миллиардов долларов, и они будут конфискованы в пользу бюджета страны. Третье. 30 миллиардов долларов, сумма которой ежегодно выводят из страны Назарбаев совместно с Такаевым и их доверенными лицами. Таким образом, у государства достаточно средств для покрытия немедленных расходов, связанных со срочными решениями премьерного правительства. Плюс ко всему, с целью мирного свержения режима и мирной передачи власти и народу, Координационный совет оппозиции предлагает вариант решения проблемы, который сохранит жизни и здоровье наших сограждан, позволит ответственным лицам не пятнать себя кровью и получить серьезные вознаграждения. Сотрудники службы государственной охрады, МВД и КНБ, прокуратуры, Министерство обороны, антикоррупционного агентства, которые осуществят задержание и арест Назарбаева, Такаева, Кулебаева и других лиц, согласно указу об аресте и передадут преступники в руки Временного правительства, получат суммарное вознаграждение в размере 1 миллиард долларов США и амнистию за совершенные правонарушения. Арест этой политической верхушки моментально приведет к низложению преступной власти и остановит волну преступлений по отношению к гражданам Казахстана. Диктаторы бегут от гнева и правосудия, бросая тех, кто защищал их. Мы предоставляем сотрудникам силовых ведомств достойный выход. Вы сможете сохранить честь мундира, при этом обеспечив себя и свою семью. Вам не нужно будет бежать из Казахстана и всю жизнь скрываться. Вы спасете себя и свой народ, задержав преступников, у которых руки по локоть в крови. Подумайте, выбор есть всегда. В случае же ареста вышеперечисленных лиц добровольцами из представителей гражданского общества сумма в размере 1 миллиард долларов будет выплачена организаторам и участникам этих арестов. Далее, после свержения режима, в течение 6 месяцев с момента прихода временного правительства власти будут проведены парламентские выборы по партийным спискам. Будут снято ограничения для регистрации политических партий. Вместо нынешних 5000 подписей будет достаточно трех человек, учредителей партии для подачи документов на регистрации. В Министерстве юстиции зарегистрируют все партии, устав и программы, которые будут соответствовать Конституции, международным договорам, ратифицированным Казахстаном. Партии, набравшие наибольшее количество голосов, сформируют кабинет министров и назначат премьер-министра Республики Казахстан. Координационным советам оппозиции сформированы и прописаны политические и экономические программы демократически избранного правительства, реализация которых приведет страну к быстрым, эффективным реформам и кардинальным переменам во всех сферах, улучшат вашу жизнь и поспособствуют развитию и процветанию страны. Более 30 лет мы спали. Пора просыпаться, объединяться и действовать. Только слаженные действия приведут нас к победе. Социальный накал нарастает с каждым днем, и взрыв произойдет. Это неизбежно. Однако без счет к организации очередной всплеск социальный взрыв не гарантирует победу. Поэтому давайте действовать четко, организованно и слаженно. Это невозможно без финансирования работы профессиональной группы ячеек. Поэтому инвестируйте, зарабатывайте и включайтесь в совместную работу по мирному свяжению режима. Давайте объединяться, действовать и вместе менять нашу жизнь. Все в наших руках. Алга Хазахстан.